Мирового Олимпийского движения. Право вручить памятник подарка. Книга и для музея лучший подарок. Свой пятый день рождения коллекция музея пополнилась двумя новыми экспонатами. Книгами «Олимпийские зимние игры», «Золотые мгновения» и «Твой олимпийский учебник». Сегодня в его фонде уже более трех тысяч экспонатов. С первых дней работы музея он стал не просто выставочным залом, но и одним из ведущих центров общественной и культурной жизни города. Поэтому поздравить его с пятилетием пришли первые лица города. У нас первый юбилей. Очень здорово, что мы встречаем его именно в таком составе, вместе с ветеранами спорта, с общественностью. Очень отрадно, что это не просто выставочная экспозиция, где представлены действительно очень интересные экспонаты, об этом было уже сказано. Их сегодня уже несколько тысяч, представляющих себя советский спорт, российский спорт. Но и это активная площадка, где мы с вами проводим очень много интересных мероприятий. Сегодня трудно представить, что шесть лет назад никто и не предполагал, что на этом месте появится музей спортивной славы. Идея родилась внезапно. Строительство завершили в рекордные сроки, меньше, чем за год. За несколько лет в этих стенах прошли сотни мероприятий, в том числе презентация талисманов зимних олимпийских и паралимпийских игр в Сочи, честование чемпиона Лондонской Олимпиады 2012 года волейболиста Дмитрия Ильиных и двухкратной чемпионки универсиады в Казани теннисистки Елены Весниной. Эти сочинцы внесли немалый вклад в спортивную славу города. Вместе с ними свой яркий след оставили победители и призеры Олимпийских игр, в том числе Евгений Плющенко, который лично передал музею свой костюм и коньки. Люди, которые будут приезжать сюда на курорт, им будет интересно посмотреть вот эту славу Сочи, именно олимпийские движения, подготовки, вот то, что мы сегодня видим в Олимпиаде. Я поздравляю всех тех, кто сегодня присутствует, наших ветеранов спорта, всех тех, кто не безразличен, что сегодня оказывают содействие музею, работникам музея. В адрес музея поступило благодарственное письмо от заместителя председателя правительства России Дмитрия Казака. Вот цитата из его письма. За прошедшие с момента открытия пять лет музей стал неотъемлемой частью олимпийской истории Сочи, давая возможность жителям Сочи и гостям города познакомиться с важными вехами олимпийского проекта и развития спорта в нашей стране. Поздравительные адреса и благодарственные письма также передали глава города Анатолий Пахомов и Олимпийский комитет. Фонды музея постоянно пополняются, экспонаты из частных коллекций приносят даже обычные горожане. К примеру, вот эту фотографию с автографом олимпийского чемпиона Виктора Анна принесли специально ко дню рождения музея. По словам его сотрудников, выставлять одновременно все, что накопилось за пять лет, невозможно. Поэтому в музее планируют проводить передвижные выставки. В первую очередь экспозиции побывают в Краснодарском крае и Ростовской области. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.